Доброе утро, уважаемые коллеги! Разрешите поблагодарить организаторов этого грандиозного конгресса за возможность участия. И первый слайд, пожалуйста. Итак, клиническая демонстрация случая беременность после трансплантации криоконсервированной ткани яичника. Итак, можем ли мы сегодня остановить биологические часы? Елена Александровна очень подробно коснулась методов сохранения фертильности. Я не буду повторять их, но в ответ на этот вопрос, наверное, можно с уверенностью сказать, что да, благодаря успехам криотехнологии мы сегодня можем остановить биологические часы. В сегодняшний день возможна криоконсервация ацитов, эмбрионов и тканей яичника. Хотя лечение онкологических пациентов – это всегда компромисс между лечением ради спасения жизни и возможностями сохранения фертильности. Итак, первый вопрос для голосования. Скажите, пожалуйста, прежде чем приступить к клиническому случаю, какова ваша тактика, когда к вам обращается пациентка репродуктивного возраста с онкологическим заболеванием, у которой нет детей? Лечить основное заболевание, так считается это приоритетно, мы не предпринимать попытки сохранить фертильность. Назначить консультацию репродуктолога или действовать индивидуально в зависимости от возраста и прогноза заболевания. Пошло голосование? Нет, тогда, чтобы не тратить время, я тогда пойду, да? Так, ответ. Ага. Ну, хорошо. Пойдемте дальше. Так, слайд следующий. Так, извините. Так. Пролистали, можно мне вернуться? Так, следующий. Назад один слайд, пожалуйста. Итак, клинические случаи. Пациентка 85-го года рождения в 2009 году был поставлен диагноз лимфома Ходжкина, первая стадия, вариант надулярного склероза. Беременности в анамнезе не было. Тогда проведела комбинированное лечение, 4 курса полихимиотерапии, ABVD, плюс лучевая терапия. Ну, стандартное лечение. И следующий вопрос. Какова ваша тактика в данном конкретном случае? Вы назначите консультацию репродуктолога для выбора тактики сохранения фертильности. Вопрос о сохранении фертильности будем решать после полихимиотерапии. Ничего не будем предлагать, так как данная терапия нетоксична для ганат. Пожалуйста. Ага, отлично. Далее. В 2011 году, то есть через 2 года, произошел рецидив заболевания с поражением лимфоузлов средостения. Была запланирована высокодозная химиотерапия с последующей аутотрансплантацией гемопоэтических стволовых клеток периферической крови. Следующий вопрос. Какой метод сохранения фертильности в данном случае показан? Проведение стимуляции получения яйцеклеток с их последующей криоконсервацией, криоконсервация ткани яичника или же применение агонистов на фоне химиотерапии. Пошло голосование? Так, отлично. Какие-то сбои у нас технические. Можно следующий слайд? Я нажимаю. Да, и мы криоконсервировали ткань яичника. Криоконсервировано было 25 фрагментов ткани яичника. Я хочу отметить, что консервируется только кортекс, который содержит все антральные фолликулы от примордиальных до антральных. Антральные, правда, хуже выживают в силу их размера. Так, вот здесь представлены подготовки ткани яичника для криоконсервации. Далее, пациентка получила высокодозную полихимиотерапию с аутотрансплантацией гемпоэтических стволовых клеток и лучевую терапию на область рецидива заболевания. После проведенной терапии у пациентки наступила полная аминорея. Была ремиссия заболеваний. Здесь вы видите гормоны крови и число антральных фолликулов. Хочу обратить внимание, что наиболее достоверным маркером является антимюллеровый гормон. Он до проведения лечения был 2,47, после лечения – 0. Число антральных фолликулов было 10, после лечения – 0. Ну, еще подчеркну, что была полная аминорея. И в 2013 году, после разрешения онкологов, была проведена ортотопическая аутотрансплантация ткани яичника, восставленный яичник по методике Мейров. Была произведена лапароскопия с мини-лапаротомией. Было разморожено 5 фрагментов яичниковой ткани. В яичник, оставшийся вправо, было перенесено 2 фрагмента. Технически невозможно было перенести больше, потому что был выраженный фиброз. И поэтому оставшиеся 3 фрагмента были трансплантированы под брюшину широкой маточной связки слева, в том месте, где располагался яичник. Результаты трансплантации. Через 3 месяца, через 12 недель мы начали гормональный ультразвуковой мониторинг. На 17 неделе восстановился фолликулогенез. На 27 неделе менструальная функция. Поскольку пациентка ставила перед нами вопросы, с 56 недели мы начали программы вспомогательных репродуктивных технологий. Первая наша попытка была стимуляция. Ответила ткань яичника, которая была трансплантирована справа под брюшинно. Был получен рост 3 фолликулов. Здесь вы видите динамику роста фолликула. При пункции было получено 2 ацита, но оплодотворение, к сожалению, не произошло. Через буквально несколько месяцев мы увидели растущий фолликул справа, там, где расположен был яичник. И мы начали модифицированный натуральный цикл. В модифицированном натуральном цикле получен 1 ацит. Он успешно оплодотворен. Эмбрион на 3 суток был перенесен в полость матки. Через 2 недели мы получили положительный анализ на ХГЧ. Наступила клиническая беременность. Беременность протекала без каких-либо особенностей. Здесь вы видите скрининги ультразвуковые на фоне беременности. И 3 июля 2015 года произошли первые роды после трансплантации ткани яичника в России. У нас родилась девочка. 3,151 см растет и развивается нормально, без каких-либо признаков патологии. Здесь буду подробно очень останавливаться. Здесь показан наш опыт. У нас опыт в течение 10 лет. Но на сегодняшний день у нас двое родов после трансплантации ткани яичника, плюс одна прогрессирующая беременность. Количество родов после трансплантации ткани яичника в мире уже более 100. И мне очень приятно, что среди этих родов есть наши двое родов. Теперь у меня вопрос. Какой возраст является пограничным, после которого не следует предлагать сохранение перифертильности с вашей точки зрения? 36, 38 или 40 лет? Пошло голосование? Пожалуйста, результаты, если есть. Да, все. Все отлично. Далее. Ну, мы пропустили один слайд. Но, да, значит, онколог и репродуктолог должны вместе решать. Индивидуальный подход должен быть к каждой пациентке. И у нас всегда есть выбор. И выбор этот зависит от возраста, диагноза и токсичности предстоящего лечения. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...